Прокачка головного мозга Добрый день! Итак, прокачка головного мозга, вопрос медикаментов. Мы в предыдущем видео, посвященном концепции самой идеи прокачки головного мозга, выделили три основных направления. Это память, это собственно мышление и работоспособность. Что из этого и как можно повысить при помощи медикаментов? Конечно, если мы говорим о прокачке головного мозга с точки зрения медикаментозной терапии, или тут не совсем правильно говорить терапии, терапия это все-таки лечение, с точки зрения повышения функциональности головного мозга при помощи лекарственных препаратов, то, конечно, здесь в первую очередь и наиболее, так скажем, эффективные медикаменты могут быть использованы в плане повышения работоспособности. И, конечно, здесь на первое место выходят препараты, которые в основном в Российской Федерации запрещены. То есть для повышения работоспособности используются что? Логично используются стимуляторы. Стимуляторы. Разрешенных стимуляторов Российской Федерации, чистых стимуляторов, нет вообще. То есть ни одного разрешенного стимулятора, последнего от Сиднокарп, пал жертвой учета и контроля. И больше стимуляторов в чистом виде в Российской Федерации легальных не существует. Соответственно, приходится обходиться тем, что есть. А что есть? А есть, в общем-то, очень немного. Это либо натропные препараты с побочным стимулирующим эффектом, Это появившаяся недавно и жутко дорогая стратера, используемая для лечения синдрома дефицита внимания у детей в Соединенных Штатах уже достаточно давно. Вот недавно появилась у нас. Ну и классические легальные стимулирующие вещества типа кофеина, кардиамина. Но, конечно, говорить о том, что они так высокоэффективны, очень сложно. Все остальное, типа ДМАА или ДМАА, тем более амфетамина, метамфетамина и тому подобных препаратов, это уже либо полулегально, либо вообще нелегально. Но давайте попробуем рассмотреть, что могут дать нам стимуляторы. Стимулятор, он, безусловно, да, в большей или меньшей степени, в зависимости от индивидуальной чувствительности, в зависимости от функционального состояния организма, в зависимости от массы факторов, которые необходимо на самом деле учитывать. Но, тем не менее, стимулятор, не вдикая в биохимию, нейрохимию, хотя это сейчас очень модно и популярно, но, к сожалению, на уровне двух кнопок нажал кнопку, пошел дофамин, нажал кнопку, пошел серотонин, не вникая в биохимию, нейрохимию, скажем, с клинической точки зрения, следующим образом. Стимулятор позволяет разогнать активность, разогнать работу, разогнать, так скажем, скорость работы нервной системы. Что это дает? Это дает, да, повышение работоспособности на некоторое время. Это дает повышение скорости реакции, да. Это позволяет обходиться без сна дольше, чем обычно, да. Но практически всегда, опять-таки, в зависимости от того, насколько это мощный препарат, насколько он обладает выраженным стимулирующим действием, это происходит практически всегда за счет внутренних ресурсов организма. Так или иначе. Быстрее или медленнее, в большей или меньшей степени. С первого же употребления, либо через 2-3 недели от начала применения препарата, это практически всегда идет за счет ресурсов организма. И говорить о том, что можно, используя стимулирующие препараты на протяжении 2-3-4-5-6 месяцев, 7 месяцев, года, 2 лет, находиться в хорошей рабочей форме, и вот прямо прокачав свой мозг по поводу работоспособности, скорости реакции, способности обходиться без сна, добиваться прямо вот таких вот высоких-высоких результатов, и самое главное их сохранять. Это представляется очень и очень маловероятным. Конечно, да, отдельно взятые личности с мощным физическим и психическим здоровьем, с огромным ресурсом, так скажем, да, скорее всего, достаточно молодые, тренированные, в принципе, могут какое-то время употреблять стимуляторы без ощутимых побочных эффектов, без негативных последствий. Но дело в том, что, как правило, вопрос о прокачке мозга в плане повышения его работоспособности возникает часто у людей, которые как раз-таки имеют достаточно слабую нервную систему. Про слабую нервную систему мы уже говорили. И вот здесь риск того, что употребление, даже непродолжительное употребление стимуляторов, может выдернуть у человека последние ресурсы, и дальше он уже будет разваливаться просто на глазах, ну, разваливаться не в физическом смысле, хотя такое тоже иногда бывает, а в смысле психики. Классический вариант появления панических атак, совершенно ничем не спровоцированных, нарушение сна, полное нарушение сна, появление крайней эмоциональной лоббильности, несдеранности, очень быстрая истощаемость, то есть обратный, по сути дела, эффект принимали для повышения работоспособности. На неделю она повысилась, а через неделю человек вообще уже никак не может ничего делать. То есть он истощается моментально. Это вполне вероятно. Поэтому, конечно, использование стимуляторов, ну, опять же, еще раз подчеркну, в Российской Федерации из-за легальных стимуляторов нет. А то, что обладает стимулирующим эффектом в той или иной степени, как правило, с одной стороны, гораздо слабее стимулирующих, чисто стимулирующих препаратов, а с другой стороны, тоже, в принципе, может давать схожий с ними побочный эффект. Поэтому говорить о использовании стимулирующих препаратов, либо препаратов со схожими, со стимулирующими препаратами действия, на длительный период, более месяца, скажем так, ну, опять же, смотря какой, какие-то препараты больше недели нельзя принимать, ну, месяц, ладно. Больше месяца я бы стимулирующие препараты для повышения работоспособности принимать не рекомендовал бы. Это может быть чареват. То, что касается двух других направлений улучшения памяти, конечно, да, существуют те же самые и нейропротекторы, и донаторы ацетилхолина, и наотропные препараты, невзирая на отношение к ним доказательной медицины, неоднозначные. Теоретически они могут улучшать память. Но, опять же, если мы говорим о кардинальном улучшении памяти, то, что человек раньше мог запомнить там одну страницу текста, а после приема препаратов стал запоминать 20 страниц текста, это, конечно, скорее всего, из области чистой фантастики. Увеличение на несколько процентов, на десяток процентов, да, это вполне вероятно. Больше крайне маловероятно. Хотя, опять же, бывают и отдельные случаи, когда это реально возможно. И то, что касается мышления, конечно, опять-таки, скорость мышления увеличить можно, но, как правило, всегда, если скорость мышления увеличивается за счет медикаментов, страдает логика. То есть, человек думает быстрее, но совершает гораздо большее количество ошибок. И, соответственно, в общем-то, ни к какому увеличению продукции в итоге это не приводит. Поэтому, если мы говорим о медикаментозной прокачке мозга, мы должны реально понимать, что использовать ее наиболее рентабельно, наиболее эффективно и наименее опасно именно на протяжении максимума одного месяца. Больше это надо делать либо обязательно под врачебным медицинским контролем, либо вы идете на очень серьезные риски. Ну, хотя, конечно, по-хорошему вообще без медицинских показаний, без медицинского врачебного контроля принимать какие-либо препараты для, так сказать, прокачки головного мозга крайне нежелательно. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok